Добрянки и Полазны Поэтому надеюсь, что их посещение и именно осознание того, что даёт проект «Счастливые субботы» для тимбилдинга компаний, для осознания себя в моменте, о том, что как просто быть счастливым в моменте, надо просто выбрать это состояние. И я очень рада, что несмотря на то, что сегодня такая длинная история Дмитровской субботы, я размещу позже в нашем чате. Кто ещё не в нашем чате, а подписан на телеграмм Демиткова, сообщаю о том, что у нас есть чат «Мир в мире начинается с меня» и к нему можно подключиться, написав заявку или Алене Никовой, или Дмитрию Михайловичу Якшину, нашему главному врачу Демиткова. И я тоже приветствую, что Дмитрий Михайлович вернулся в чат, потому что реально на осмысление новой информации нужно время, и тоже надо себе позволить это сделать. Потому что когда мы себе не позволяем быть самим собой, когда мы стараемся больше выполнить свой долг как врача, как главного врача, мы забываем о себе. Поэтому я очень рада, что он вернулся, и знаю, что нас ждут впереди очень интересные его мысли и понимание, куда будет двигаться дальше наш санаторий. А сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто нам дал жизнь. У кого-то они живы, у кого-то уже нет, но кроме благодарности, любви, как написала сегодня Анна Сидякина, на самом деле мы по большому счёту и не испытываем ничего другого. Всё остальное, что возникает и поднимается в нашей душе, как я писала перед подготовкой к эфиру, и шок, и гнев, и отрицание, и торг самим собой, и печаль. Это всё надо отнести к тому, что нам эти уроки надо выучить, потому что всё то, что мы не выучили с нашими родителями, полного принятия и благодарности, нам приходится сейчас это делать с нашими партнёрами, с нашими сотрудниками, с нашими друзьями. И я думаю, что цель вот этих всех моих эфиров, которые мы по субботам снова вернули, как раз про то, что как важно быть честным самим собой, признаться в тех своих или иных слабостях, промашках, простить себя, простить других. Но это будет тема следующего эфира. Следующий эфир, следующая суббота, она как раз будет про радикальное прощение, то, чего нам нужно. Спасибо за вопросы, написанные в индивидуальной переписке. Спасибо огромное. Они не все были. А как проживать гнев, печаль, а как проживать страх? Ну, ещё раз, кроме осознания, откуда гнев, печаль, страх, другого пути нет. Как только мы осознаём причину этих наших эмоций, которые направлены всегда на кого-то, то тогда мы становимся наблюдателем за своими реакциями, можем посмотреть на себя со стороны. Соответственно, когда мы смотрим на себя со стороны, то мы осознаём вот эти наши автоматические мысли, автоматическое поведение, автоматическая реакция. И тогда мы можем управлять собой и, соответственно, меняться. А когда меняемся мы, меняется наше окружение. Мне нравится вот этот пост прекрасный о том, как было сделано статистическое исследование, когда в Африке, ну, понятно, что проводилось это всё американскими силами исследователями, потому что Африка – это самый большой плацдарм по исследованию всей Бигфармы Америки. И они проводили это исследование как раз о том, что размещали тех людей в военных частях, которые занимались медитацией, создавали вот эту спокойную обстановку вокруг себя. И там каким-то странным образом эти военные конфликты угасали. И ещё раз напоминаю тем, кто с нами каждый раз в субботу. Благодарю вас всех за доверие и желание пообщаться. И те, кто смотрит нас в записи, пожалуйста, подводите итоги дня. Подводите, пожалуйста, что вы сделали для мира в себе, мира в семье и мира в мире. Ну, призывала я это делать всех одновременно в 2020. Будильник у меня так и работает. Вот перемещаясь по миру, он всегда срабатывает в разное время. Ну, в 2020 по часовому поясу той или иной страны. Но, тем не менее, вот эта остановка в моменте и благодарности за то, что живу, за то, что могу общаться, за то, что есть очень хорошие результаты и с моей стороны, и со стороны тех людей, с которыми я работаю. Поэтому всё никак не могу перейти к теме, которая для меня тоже непроста. Поэтому, пожалуйста, снова открывайте, рисуйте нашу букву Ю, букву У. Рисуйте её и, опять-таки, честно себе обозначайте, на какой части буквы Ю вы все находитесь. То есть, и, как я уже писала в нашем чате о том, что у кого-то это может быть шок, да? Я всегда считал виноватым маму, а, оказывается, мои проблемы от отношений с отцом. Или, наоборот, всегда считал как бы виноватым папу, что он ушёл из семьи, разрушил её. Оказывается, есть проблемы в взаимоотношениях с мамой. И, мало того, как бы я ещё приобрела и самую лучшую подругу, которая напоминает мне маму. Поэтому проживите этот шок. Отрицание. Вот с этим чаще всего я встречаюсь на своих тренингах. Отрицание заключается в том, нет, моих родителей уже нет в живых. И, как бы, кроме благодарности у меня к ним ничего нет. Никаких травм они мне не нанесли. И только присутствие на тренинге или общение и слыша, как другие рассказывают свою историю, до людей доходит о том, что насколько наше сознание нас бережёт. И оно вытесняет из нашей памяти то, что явилось первопричиной и наших панических атак, и нашего состояния внутреннего, нашего отношения к родителям. Как бы вот этой безусловной любви, о которой мы все с вами мечтаем. Ну, признаться в себе о том, что безусловной любви практически нет, о том, что у нас всегда есть условность в наших отношениях, но это тоже тяжело. Тяжело признаться. Мы все ждём этой безусловной любви. Я смотрю, у нас подключаются. Мне очень приятно видеть знакомые лица. Паечка, Розефа. Очень приятно, что вы такие постоянные слушатели. И самое главное, что вы даёте обратную связь. Вы даже не представляете, какую вы огромную роль играете для тех людей, которым страшно произнести то, что с ними происходит. И если вы заметили, что в таблице, седьмая колонка, она про страх. То есть в основе всё равно у нас у всех страх. И какое бы он выражение ни имел. Гнев, печаль, тот же страх. Как бы там сто вариантов эмоций, которые можно найти в интернете. Они все про одно. Они все про одно. Про сохранение своей безопасности. Как физической и ментальной. И это реально страшно признаться. Но ещё раз спасибо огромное, Наташа, за твою просто отважность в чате. За все твои вопросы. Потому что кроме осознания того, что первопричина всегда есть. И на эту первопричину всегда можно воздействовать. Вот это, наверное, самое главное. Было бы желание, я бы так сказала. Ну, про отрицание мы уже сказали. Дальше у нас идёт гнев. Вот это, наверное, как бы самое тяжёлое. Прожить во взрослом возрасте, как бы вспомнив ту самую ключевую ситуацию, когда ни за что попало, да, вообще как бы не понял, откуда тебе прилетело, когда тебя никто не поддержал, когда ты чувствовал вот эту просто раздавленность, и тебе хотелось уничтожить весь мир. На самом деле вот у меня есть прекрасная группа, в которой уже как бы люди, из-за которых я пришла как бы в психологию, именно к учению Лиз Бурбо, там, Надежды Булатова, ну, и мне не страшно произнести её имя, потому что все знают, вот, ну, и ряд других людей. И на самом деле в этой группе, которая для меня очень близка духовно, сейчас как бы вот идёт такая дискуссия про то, что как бы мы всё ждём трибунала. трибунала над теми, кто начал войну. Но это же опять не про принятие. Это же про то, что как бы мы знаем только одну сторону событий, которые как бы в нашей голове связаны только с Великой Отечественной войной, которую мы знаем исторически. И как бы, и, как говорится, Бог всем судья. Дай Бог, если об этом узнают наши дети и внуки. Посмотрите, когда открылись все документы, касающиеся репрессии. Посмотрите, когда как бы открылись все политические лагеря для посещения. Посмотрите, какая борьба идёт с тем, чтобы эта память была стёрта. То есть всё это про ту ситуацию, в которой мы с вами проживаем. И, конечно, как бы в нас есть этот праведный гнев наказать всех тех, кто виноват. Но вы помните, тоже для меня просто сакраментальная фраза, это «А судьи кто?» Можем ли мы выступать в роли этих судей, которые как бы сейчас являются заложниками той ситуации, которая нам непонятна? Просто находясь в разных странах, я как бы вижу совершенно две противоположные информации. Одна идёт из российских источников, другая из европейских. А третья – это люди. Это люди, которые тебе говорят, как бы вот вчера я пришла в банк, чтобы открыть счёт. Он говорит, я вас уважаю. Я как бы вот приветствую ваш русский паспорт, но я не могу вам ничем помочь. И это к вопросу о том, что вот мы сейчас с вами живём в эту историю, и как бы возвращаясь к нашим родителям, которые были рождены в годы войны, что они несли, да? И как бы надо опять себе стойко сказать, что как бы та нелюбовь, предположим, которую мы помним, или та холодность, которая в них была, она же оттуда. То есть это про те пять-семь поколений, которые несут свои паттерны поведения и мышления. Но если Россия в состоянии войны уже предние сколько там лет, как страна, поэтому где нам набраться того вот этого мирного, спокойного состояния, к которому мы должны были бы стремиться, да? Ведь каждый человек хочет вот этой определённости, спокойствия, чтобы все были живы и здоровы. Это же нормальное физиологическое желание быть защищённым и счастливым. Счастливым. Ну, мы с вами уже научились делать это, делать каждодневный, каждоминутный выбор. Я выбираю радость, я выбираю счастье, я делаю по максимуму, что от меня зависит, оценивая свой ресурс. И вот ещё раз как бы начинал я свой эфир, Дмитрий Михайлович подключился чуть позже. Я сказала, что я как благодарна Дмитрию Михайловичу, что он вернулся в чат, когда почувствовал достаточно в себе сил и времени, чтобы это осмыслить и донести до нас новую информацию. И говорю спасибо себе, потому что раньше бы я просто бы давила бы на него и говорила, Дмитрий Михайлович, ну давайте, ну давайте, Дмитрий Михайлович. Как бы люди ждут, людям нужна помощь, они должны... А сейчас как бы я понимаю, что каждый из нас, вот и в нашей группе, в которой, в нашем чате, в котором 133 человека, да, это про то, что как бы мы принимаем, что, ну да, Юля Владиславовна там делает 10 постов. Хорошо, мне не нравится, я вышел. Или мне не нравится, я убрал звук. Но я читаю, я вникаю. Да, я не пишу, но для меня это важно. И вот это, это снова про принятие. Так, следующее, что мы, мы, на чём я становилась? На печаль, да, или, да, про гнев я говорила сейчас. Ну про страх я уже изначально сказала, что в основе всего, вот если посмотреть на таблицу, которая перед вашими глазами, которая про детские травмы, что в основе, как бы, всегда есть страх. Седьмая колонка, посмотрите, страх одиночества, страх быть отвешенным, страх несправедливости, то есть, как бы, вот всё то, что нас травмирует, как бы, мы боимся этого повторения. Но хотим или не хотим, мы выбираем тех людей, которые активируют это. Поэтому я, честно говоря, хотела начать, опять-таки, наш эфир с любимой моей фразы. По дороге в новую жизнь лежали старые грабли. Вот, но тоже надо к этому спокойно отнестись, потому что вот просто мы идём в таком темпе, идём, как идём. Так, следующее, как бы, на нашей неиспадающей части – это у нас печаль. И здесь, наверное, это касается как раз тех, кто осознаёт, что рядом уже нет мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тёти, или тех, кто нас воспитывал. А для тех, кто в детдоме воспитывался, это невозможность вообще у кого-либо что-то спросить. И вот эта глубокая печаль – это же ещё тоже часть русской души. Вот когда она, когда все говорят, как бы, вот куда бы ты ни приехал, называют две фамилии, да, известных русских писателей. Это Достоевский и Пушкин. Ну, вы не представляете, как меня поразила Флоренция? Флоренция сказали, что, как бы, вот, общаясь с молодыми людьми, они говорят, что на них, вот, филологов, которые занимаются как раз литературой, самое большое впечатление оставили Достоевский и Толстой. Там нет Пушкина. То есть, как бы, я поняла, что человеку с другим языком очень сложно понять рифму. Им легко понять прозу, потому что проза передаёт, как бы, именно то наше желание и пострадать, и попереживать. И поэтому я после нашего эфира размещу в чате очень интересное, совершенно тоже случайно нашла размышления, размышления по поводу романа всех времён Анны Каренина. Вот кто знает, сколько раз экранизировался этот роман? Напишите, Фаечка. До встречи, посмотрите в записи. Ну, скажите, включите, проявитесь там в чате. Как вы думаете, сколько раз экранизировался роман Анны Каренина? Больше ста? Нет, это много. Ну, это много, но я знаю, что даже американских версий, как бы, ни одна, ни две, ни три. То есть, я уж так образно сказала, потому что, честно, я не знаю, знаешь, что очень много. Ну, да, потому что, как бы, вот это, в общем-то, я видела три, отлично. Ну, да. Это семь, семь? Нет, чуть больше. В три раза больше. Ну, то есть, как бы, да, двадцать. Алена, как бы, заглянула в Гугл, я так понимаю, и Гугл ответил, нет, сама знаешь. Отлично. Нет. Да, не меньше двадцати раз, как бы, экранизировался роман Анны Каренина. И мы понимаем, что, как бы, есть даже у нас в американской версии есть хороший, счастливый конец. Какой был запрос в то время, в начале прошлого века у американцев, во время депрессии, которая была глубокая. И когда страну обязали всем улыбаться, то есть это было, Америка победила великую депрессию только тем, что всех обязали улыбаться и ничего не бояться. И вот эти две установки, улыбаться и ничего не бояться, они помогли в начале прошлого века Америке достичь вот этого рассвета. И именно тогда был снят фильм с Анной Карениной «С счастливым концом». То есть она осталась, как бы, жива и счастлива, как бы, в браке не знаю с кем, конечно, но для этого нужно этот фильм посмотреть. Но такой поток информации, который не позволяет углубиться так глубоко. Да, ну, в общем-то, мы дошли до дна нашей буквы «Ю», одновременно в этот момент в дно устойчиво постучали. Пора взлетать. Вот, и поэтому, как я уже сказала, что следующий наш эфир будет про радикальное прощение. Взлетать мы сможем, когда мы простим себя и простим всех тех, кто неосудно нанёс нам грех, нанёс нам боль. И потом, как бы, будем уже завершать наши встречи по субботам именно тем о наших новых целях, о наших новых планах. И очень благодарна Екатерине Шевченко, которая написала мне о том, что вот когда мы во время ковида делали марафон «Новое я», насколько я была тогда к нему не готова, а сейчас я реально новое «Я». Вот, а я вас спешу обрадовать, что Илья Адресвяников закончил монтировать все видео с первого марафона, когда все участники и приглашённые гости делились своими рецептами, как выжить во время ковида. Понимаете? И надо понимать, что через два года, ну, я думаю, через три минимум, наши с вами эфиры будут как раз про то, как мы с вами проживали эту ситуацию. И мы доживём, и мы будем совершенно другими, и мы своими вибрациями, своими желаниями нести мир и любовь в мир сможем изменить. И я уверена, что у нас другой с вами цели нет, потому что у нас же есть дети, у нас есть внуки, и мы хотим, чтобы они сейчас были устойчивы и спокойны, потому что спокойная мать – здоровые дети, счастливая мать – счастливые дети. Вот. И так скажу, приятно наблюдать за своей дочерью, которая молодая мама, как она старается, то есть вот то, чего я никогда не делала. То есть она слушает все семинары Паевской. Это как бы нейропсихолог, который прямо концентрируется на отношениях маленьких детей. Они сходили, записались к ней на консультацию. Консультация стоит 60 тысяч рублей. Она записалась за, по-моему, за три или четыре месяца. То есть как бы у неё аншлаг. Понимаете, у нас растёт другое поколение. Это другое поколение, оно из-за того потока информации, которая на них свалилась, они выстояли, да, а они как бы смогли отсеять. И здесь надо поблагодарить себя за это, да. То есть как бы они смогли отсеять хорошее и плохое, они смогли это отсеять, потому что это есть в нас. Если бы этого в нас не было, наши бы дети сейчас как бы, ну, вы видели вчера, я разместила специально два видео, чтобы у вас была возможность сравнить. И это тоже выбор других детей. И это мы никуда от этого не денемся. И я уже размещала про подсолнухи Ван Гога, когда мне, я просто плакала, когда я это увидела. И это тоже течение, которое в благополучных, как нам всегда казалось, странах. И мне здесь хочется вспомнить про интернетного синего кита, когда эта группа убила десятки детей тем, что как бы распространяло ту информацию, которая привела их к самоубийствам. Поэтому, понимаете, как бы давайте поблагодарим себя за то, что наши дети сейчас выбирают мир. Какая разница где, Лариса? Какая разница как, Марина? Да, они выбирают мир. И слава Богу, они нас с вами приглашают как бы быть с ними, разделить как бы их выбор, их решение. Я понятно говорю? Теперь как бы предлагаю, чтобы вы сами сейчас задали мне вопросы, которые у вас есть по таблицам. Потому что всё, что я хотела, я, в общем-то, сказала о том, что опять-таки мы разные, у нас у всех с вами разные реакции на ту новую информацию, которую я даю. Эта таблица Лисбурбо, она очень глубокая, она систематизирует все самые важные пять травм. И самая глубокая и самая древняя травма – это травма отвергнутого. Потому что если тебя выгоняют из племени, ты на сто процентов погиб. Понимаете, Наташа, тяжело? Дыши, дыши, водичка. Я тоже попью водичку. Когда Россию не хотят нигде, это травма отвергнутого. И она самая глубокая, она самая болезненная. Но когда ты понимаешь о том, что ты ничего не можешь изменить, и самое главное в этот момент – не изменить себе, то, соответственно, как бы дышишь, находишь для себя кучу ресурсов, которые тебя восстанавливают, находишь своих людей. И еще раз вас тоже в очередной раз поблагодарю за все наши эфиры, за ваше присутствие на этих эфирах. Это очень важно для меня. Я проговаривая с вами, восстанавливаюсь и иду дальше. И у меня заряды еще на неделю, еще на неделю, еще на неделю. И поэтому благодарна вам всем за индивидуальные вопросы. Задавайте их также в чате. Еще раз Наташа, спасибо огромное. Таня Азанова, спасибо огромное. Фаина, Лариса, как бы вы все просто лидеры общественного мнения. Вот Софья, спасибо за все обои, которые ты делаешь. Всем спасибо. Ну и Алена Никова нас всех собирает. И дальше по списку, кого я не вижу на своем маленьком экране. Поэтому всех благодарю. Так, ну переходим к практической части нашего семинара. Поэтому доставайте таблицы. И какие у вас есть вопросы по таблице? Да, Наташа. Звук, звук надо включить. Я вчера вам написала, по-моему, в личное сообщение, что в чистом виде я у себя, кроме травмы покинутого, вот она безусловно соответствует, потому что, ну там сосуды. А остальное чуть-чуть надергано от абсурдов. Меня затруднительно в плане отделения тактики борьбы. Не борьбы, а тактики извлечения от травмы. Наташа, ну я тебе уже в личном сообщении ответила. И сейчас как бы это очень важный вопрос. Спасибо, что ты его проявила. Смотрите, вот без разницы, какая у нас есть травма. Вот четыре пункта. Осознать, что она у нас есть. А без разницы? Конечно. Принять, что она у нас есть. Прожить её заново. Поменять свои автоматические мысли, свои реакции, эмоции, своё поведение связанное с этой травмой. Потому что если у нас травма связана с отцом, то это наши партнеры с нашим мужем, с мужчинами в нашем окружении. Если у нас травма с мамой, это наши проблемы с женской частью, с дочерью, затем как бы с подругами, с сотрудниками женского. То есть как бы вот эта таблица даёт нам понять о том, что как бы гендерные проблемы, они существуют. И папа, и мама. Или бабушка, или дедушка, которые вас воспитывали. Или воспитатель женщины в детском доме, которая была. Или чаще всего у мальчиков это их профессиональный учитель спорта, в котором они занимались. Вот эти люди сыграли как бы вашу роль, в вашей судьбе свою роль. Они неосознанно нанесли вам какие-то травмы. И дальше как бы не проживя эту ситуацию, вы в свою жизнь притягиваете таких людей, которые вам активируют эту травму. Поэтому как бы вот очень важно понять о том, что… Сейчас просто опять положите руку на сердце. И представьте, что на вашем сердце есть пять шрамов, четыре шрама, три шрама, два шрама, один шрам из тех травм, которые как бы вы пережили. И проживаете. И просто как бы в те минуты, когда вы чувствуете, что как бы кто-то активирует, просто царапает этот шрам, просто защититесь физически, просто положите руку на сердце. И в этот момент позвольте себе по-другому уже начать реагировать на то, что происходит. Не в состоянии гнева, не в состоянии страха, не в состоянии печали, а в состоянии осознания того, что этот человек не ведает, что творит. Он не знает, что у меня там дырки от гвоздей. Да, я их достала. Я достала эти занозы из своего сердца. Я поняла как бы первопричину этого. А этот человек не знает, что у меня там остались дырки или у меня там остались шрамы. Он не знает. Соответственно, всё, что я могу ему сказать, я могу сказать, я сейчас чувствую печаль или я гневаюсь, потому что, разговаривая с тобой, у меня в голове активируется совершенно другое, к которому ты не имеешь никакого отношения. Это моя реакция. Это моя ответственность. Поэтому следующий пункт это взять ответственность за новую реакцию, за новую эмоцию. Взять ответственность за себя и за свою жизнь. Вот в этом взрослость. Как часто мы видим неповзрослевших взрослых, которые рядом с нами. Людей во власти, которые недополучили материнскую любовь, внимание ни от матери, ни от жены, ни от кучи любовниц. Но они же ищут это тепло. И кроме агрессии у них на самом деле ничего не остаётся. Это, в общем-то, самоагрессия. И если послушать как бы выступления всех великих, мы видим эту самоагрессию. Я же не случайно вам ещё выложила вчера Жириновского, которого мы с вами основной массе. Хорошо, Лариса, ты голосовал за ЛДПР, ты как бы уже чувствовала о том, что всё, что он говорит, какая разница в какой форме. Ну, правда, да? Ну, я-то про себя знаю, я как бы так всё скептически на это смотрела. Ну, а его как бы рассуждение о женщинах вообще как бы так думала, ну, да, ты смелый, ты говоришь о том, что все делают, но ты к чему учишь молодёжь, которая тебе доверяет в твоём ЛДПРе? Огромное количество молодёжи, которые рядом с Светлая память, ладно, сегодня поминальная суббота, поэтому как бы и Владимиру, как Владимир... Кольфович. Тоже Светлая память. Понимаете, как бы вот все мои ссылки, они не случайные, они просто для демонстрации того, о чём мы будем говорить и простого понимания. Мы все разные, мы реагируем по-разному. Как бы каждый из тех, кто активирует в нас наши эмоции, направленные на него, они не знают о том, что у нас там в душе, сколько мы прожили и какие у нас проблемы. Ну, и, конечно, как бы самое главное, это сесть за стол переговоров. Сесть за стол переговоров с теми людьми, которые вам дороги, с кем вы хотите сохранить отношения от тем, кто вам недорог, кто токсичен, поблагодарить за урок жизни и до свидания. Понимаете, если мы сейчас с вами это не сделаем, то как бы мы не сохраним себя для наших внуков, для наших детей. Наташа, я ответила на твой вопрос. Вот можно произнесу? Значит, я поняла, что не надо работать, как сказать, с каждым, вот с каждым, то есть нужно сделать это все глобально, тотально. Не надо делить на травмы, на разновидности. Правильно? Ну да, вот смотри, вот пример, давай как бы вот разберем. Вот первая травма, самая глубокая травма отвергнутая, да, когда активируется эта травма, как бы человек надевает маску, он бежит от этой проблемы, он может убежать в себя, замкнуться, уйти в свою депрессию, как у меня это было, или может уехать из страны, как сейчас делали масса людей, как бы это все про травму отвергнутого. Дальше. Следующее. Это всегда отношения, в моем случае с мамой, мальчики, которые уезжают, это отношения с папой. Дальше. Что как бы самое главное в травме отвергнутого? Принять себя, да, и поэтому как бы здесь единственная фраза, у меня есть я, она ключевая. Лариса, спасибо тебе за мою, за мои обои, с подсолнухом разместила, смотрю и любуюсь. У меня есть я, понимаете? Это как раз про принятие себя, что да, я могу убежать, я могу сейчас уехать от мобилизации, не судить себя, не ругать себя, а принять, что это мой выбор. Но в основе этого выбора лежат мои отношения с отцом. В моей ситуации это лежат отношения с моей мамой, но кроме благодарности за то, что если бы не моя мама, я бы никогда не защитила диссертацию, я бы никогда не смогла позволить себе ездить за мужем по разным странам, где мы жили, я же оставляла там или одного из детей, или сына, или дочку, и я была спокойна, я знала, что моя мама, она все сделает для того, чтобы дети были накормлены, напоены, уроки выучены. Есть вопрос, в какой форме? Ну, сейчас все вопросы-то ко мне, это же был мой выбор, это же была моя просьба, это же была моя надежда и благодарность. И, конечно, поэтому сейчас, как еще раз Аня Сидякина написала, кроме радости, что живая, кроме благодарности, что как бы позволила мне вообще заниматься моим любимым делом, жить в разных странах, всегда готовая прийти на помощь, всегда рядом. Ну, ничего же нет. Все остальное ушло на задний план, все обиды и все переживания. Так, следующее у нас с вами. Так, реакция. Ну, это вот то, что как бы мы говорим шаблон мышления и поведения. То есть здесь у нас шаблон стремлюсь сбежать от ситуации или от человека стремлюсь к изоляции. Вообще, конкретно моя история. Вам кажется, что я такая общительная, такая прямо со всеми все делюсь? Нет. У меня были годы, годы, когда я просто изолировалась от всех. Я просто выживала внутренне, чтобы сохранить себя. Поэтому и мой отъезд сегодняшний, он тоже про это, но он был запланирован, конечно, давным-давно, но вот он случился. Это тоже травма отвергнутого. Это тоже вопрос моей самоизоляции. и я благодарна, Богу, я благодарна, что у нас сейчас есть такая возможность с вами вот сидеть, так и общаться, потому что вы мне точно так же дороги. Демитка, вам не дорого, это тоже мой ребенок, и я к этому отношусь вот так же тепло и переживаю за все успехи, неуспехи, и радуюсь, как оно сейчас меняется с приходом молодежи. Кирилл Толпой, как бы человек, у которого нет специализированного образования, у него нет ни отельного менеджмента, ни финансового образования, у него есть военное образование и есть умение слушать, понимать и любить людей. И как изменилась атмосфера на территории? Еще раз повторю, первый раз за 23 года в августе я провела три недели и кроме слов благодарности коллективу мне нечего было сказать благодарна, счастлива, радуясь, в какую сторону мы изменяемся. Пошли дальше. Дальше у нас идет основная эмоция. Это про то, почему как бы мы сразу не начали с вами с травм. Почему мы не начали с травм? Да потому что, как я уже сказала, даже мое оглашение темы эфира вызвало у кого-то страх, у кого-то гнев, у кого-то шок, у кого-то отрицание, у кого-то вообще как бы он сказал, слушай, ты заколебала меня с этим внутренними посылами и вообще как бы не пора ли тебе самой полечиться? И вышел из чата. И я тоже принимаю как бы, что человеку сейчас как бы тяжело все это слышать в таком количестве видеть, в таком количестве, у него нет такой потребности. Раньше бы страдала бы, переживала, сейчас говорю, спасибо, что написали. Еще раз просто в чате написала, как можно выключить уведомления, Алена спасибо большое, Аня Русалкина до этого размещала, как почистить кэш, телеграм, потому что когда я приехала в Перми от того, что у меня вис телефон и пришла в пункт по обслуживанию телефонов, они говорят, вы знаете, у вас 128, это мощность вашего телефона, у вас 120 занято телеграммом, за всю нашу работу с телефонами мы еще ни разу такого не видели. Я говорю, ну вот, вы видите человека, который последние 7 лет работает онлайн в основном. Они говорят, да, давайте мы вам поможем. Понимаете, а если бы я опять-таки не обратилась за помощью, причем как бы я не знала, куда идти, мои дети все отнекиваются, мама, ты опять как бы со своими странностями решай этот вопрос сама, ну кому я обратилась? Говорю, Ирина Климова, ты, говорю, знаешь, где здесь можно разобраться с телефоном? Ну, конечно, это рядом с вашим домом. Пошли и сделали. Ну, каково было удивление этих ребят, которые говорят, 120, и все, это открытый, открытый Телеграм. Телеграм же новая для меня сеть. Как он работает, я не знаю. Теперь я знаю, что как бы все то, что мы открываем в Телеграме, если у нас не включена функция очистить, как это, кэш, вот, ну не знаю, может быть неправильно как-то формулирую, у нас все это сохраняется. И когда вы это все почистите, у вас просто останутся иконки, и при желании вы можете зайти туда и снова открыть. Наташа, это к вопросу о каналах. Почему я сейчас перешла только на ссылки? Да, у меня есть сейчас список ссылок каналов, которые мне нравятся. Соответственно, у меня вот этого в голове 500 непрочитанных сообщений, их нет. Я просто нажимаю на кнопочку, вот сегодня я хочу про литературу. Так, вот завтра я хочу про искусство, затем я хочу про книги, затем еще что-то. Я просто захожу, я просматриваю вот этот чат, но я в нем не сижу уже. Поэтому как бы вы видите, что у меня иногда только вечная философия идет или там про книги все идет. Это все от того, что я вот в этот раз утром зашла в этот канал. А не потому, что я такая умная. Нет, это просто я зашла и это полностью откликается той ситуации, которую мы сегодня будем обсуждать. Так, ну что, мы идем дальше. Дальше у нас идет колонка страх. И вот эта колонка как раз про то, что почему я избегаю этого? Потому что я до панического состояния боюсь быть отвергнутой. Проще мне что сделать? Спрятаться в себе, уйти, как бы уехать куда-нибудь подальше. Страх одиночества у человека покинутого. И это, Наташа, страшнее всего в этом признаться, что больше всего чего ты боишься, это страх одиночества. И, соответственно, как бы, когда мы проговаривали о том, что как бы нужно для себя какой план наметить, это про то, что как бы избежать этого одиночества в старости, которое наступит, когда мама уйдет. И вот это не про завещание, это про страх одиночества. И его надо для себя просто прописать. Ну, например, как бы есть там служба знакомства или еще что-то. Ну, и в итоге все равно как бы приглашаю тебя в свою компанию. Дальше. Страх сепарации, да, это следующее у нас. Это как бы это про границы. Это про то, что как бы мы не хотим порой и детей сепарировать, и от родителей сепарироваться, да, и от друзей сепарироваться, и от токсичных людей сепарироваться, потому что нам важно их мнение, важен их опыт, еще что-то. Уже по-другому нельзя. Вот, тут как бы сепарация дважды. Страх холодности, да. Нам кажется, что если человек холоден с нами, то как бы для любого ребенка это страх смерти. Он умер, если мама с ним холодна, если мама его игнорирует, ему кажется, что он умер, что его нет. Потому что если самый близкий человек холоден с тобой, то кто его согреет? Кто? Я очень благодарна в отношении своей свекрови. Когда Кирилла отдавал в первый класс седьмой школу, конечно же, мама отличница, надо выбрать самую лучшую школу, самую сложную школу, хотя как бы твоего ребенка не берут и говорят, как бы, что он не способен учиться. Ну, как бы, вот это упорство все равно должно быть у ребенка самое лучшее. И она мне тогда сказала, Юля, будет тяжело тебе каждый раз, когда ты приходишь в школу, будь на стороне ребенка, потому что твой ребенок кроме тебя никому не нужен. Всегда на стороне ребенка. Выслушала учителя, сказала, да, как бы, я вас услышала, я дома разберусь и к вам вернусь. и это мой закон, что бы ни сделали мои дети. Я всегда говорю, да, я вас услышала, да, я принимаю там, ну, или извините за их поведение или еще что-то, но, как бы, я разберусь и к вам вернусь к этому. Наши дети никому не нужны, они нужны только нам, в каком бы возрасте они не были, но сепарация наших детей это принципиальная вещь, потому что, если нет сепарации, то со стороны родителей тотальный контроль. Проводить в аэропорт, собрать сумочку, как бы, доехать еще, как бы, ну, даже разве что в самолет не сесть или даже в самолете долететь до Москвы и дальше, как бы, по списку. Это тотальный контроль. Это неплохо, нехорошо, но ваш ребенок никогда не станет самостоятельным, если нет этой сепарации. И, как несложно объяснить моей маме, которую я всю жизнь призывала на помощь себе, что, как бы, сейчас отказываясь от ее помощи, это не то, что я, как бы, ее стала меньше любить. Это просто сохранение самой себя, своей целостности, своего спокойствия, потому что я сейчас, мое спокойствие, мое здоровье важно для моих детей и внуков. Спокойная мать, здоровые дети. Понимаете, о чем говорю, да? Так, ну что там у нас последнее? Снова про холодность. Вот. Ну и восьмой пункт. Здесь как раз про ту фразу, про которую мы говорим с вами на каждом, на каждом, на каждой нашей встрече, да? Я помню, что когда я познакомилась первый раз с Лилией Щепиной, я ее записала в свой телефон, Лилия Счастливая Суббота, потому что мы познакомились в Счастливую Субботу, и с этого момента она поменяла свою аватарку. Счастье вокруг столько, сколько я могу заметить. Я благодарна очень Лене Мусихиной, которая как бы написала про свой синдром выученной беспомощности. Это же, это же подвиг. И за это настолько надо себя благодарить. У меня есть я, это теперь моя ключевая фраза. она мне нужна точно так же, как многим из нас, потому что травма отвергнутого, еще раз, она самая глубокая, она самая неосознанная, потому что любая мысль маме о том, что я не готова рожать ребенка, это уже травмированный ребенок. Ну, все, кто уже был на наших Счастливых Субботах, все знают, сколько раз младенцы улыбаются в утробе своей матери. А кто не был, попробуйте как бы сейчас озвучить эту цифру. Кто у нас? Наташа не был. она была у нас на Счастливых Субботах. Как ты думаешь, сколько раз младенцы улыбаются в утробе матери? Много. Ну, сколько? Ну, примерно. Нет вариантов? Нет вариантов. Ну, хотя бы один какой-нибудь назови. Не бойся. За девять месяцев или за какой срок? Конечно. Конечно. Каждый день. Каждый день. За девять месяцев каждый день. Как только начинают проявлять свои ментальные способности в матери. Ну, тысячу раз, не знаю. Тысячу раз. Ну, пятьсот. Пятьсот. То есть, как бы, если... А сколько у нас минут в дне? Это много. Ну, что, 24 часа умножить на 60, это сколько у нас получается? 1440 минут. То есть, если, как бы, ребенок улыбается не менее 500 раз, то есть, он каждую вторую, третью минуту ребенок улыбается. Там хорошо, конечно. И жил, улыбайся. Да. Вот просто весь вопрос о том, что, как бы, вот он-то рождается, чтобы быть счастливым и радостным. Точно так же мы с вами в утробе нашей мамы улыбались, потому что это физиологично. Физиологично быть здоровым и счастливым. Это физиология на уровне нашего белого вещества. А вот наше серое вещество, его задание, чтобы мы с вами сохранили жизнь любой ценой. И, соответственно, наше серое вещество включает и страх, и гнев, и печаль. Но базисно это все равно страх за свою жизнь. И когда нам кажется, что мы боимся за наших детей, за наших внуков, за наших родителей, что они уйдут, как бы, или с ними что-то случится, мы всегда боимся только за себя. И вот это надо тоже себе просто написать. Каждый раз, когда я чего-то боюсь, я боюсь за себя. И это не стыдно? И это не стыдно. Это не стыдно. Это же нормально. Я не хочу быть одна. Я хочу, чтобы моя мама как можно дольше жила. Но я так радуюсь, что сейчас моя тетя, которая ушла, она точно с ними, со всеми. И я бы никогда не хотела так уходить при всем том, что она сделала для нас, для своих племянников, для родителей, для сестер, братьев. Я не хотела бы уходить в доме престарелых. Я бы хотела. Ну, с другой стороны, я для себя сделала вывод о том, что я точно не хочу быть обузой для своих детей. И поэтому я заранее об этом побеспокоюсь. Поэтому на восходящий у меня будет прекрасный дом для престарелых, в котором я зову всех присутствующих. Пожалуйста. Можно с вами? Это дорого стоит. Уважаемые сочетники, это дорого стоит. А можно я скажу? Стоп, 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 Лариса, секунду. Наташа, что ты сейчас, какую фразу произнесла? Я просто вспомнила тот Альтерхайм, где мы навещали там одну родственницу в Германии, в Нюрнберге. И просто я знаю, сколько это стоило. Я ей произнесла, а это дорого стоит. Правильно, как бы. Но за этим, за всем стоит страх чего? Никакого страха нет. Как будет, так будет. Наташа, как бы, а вот ты сейчас подумай над этим, я оставляю тебя с этим вопросом, потому что, как бы, страх безденежья, это тоже наша, наша русская проблема. Революция. Как будет, так будет. Война. Как бы, упорствует девушка, ну пусть упорствует, как бы, мы же все понимаем, что осознание придёт чуть позже. Вот, поэтому, как бы, всех приглашаю в свой будущий дом престарелых. Уверена, что у нас там соберётся прекрасная тусовочка. Вот, уж точно то, что мы петь и танцевать будем, это однозначно. В сентябре, когда я понимала, что я уеду далеко и надолго, прощаясь со своей тётушкой, я повезла её на кладбище к родителям. Вот, и вы знаете, она всю дорогу пела песни. Мы с ним, то есть, как бы, где там Альцгеймер, где, если она помнила все слова, ой, цветёт калина, и все грустные песни про то, как она оставила свою любовь в 60-м году. Она не говорила про любовь, она просто пела грустные песни, но она их пела, как бы, зная все слова. Вот так работает наша память. Она всё у нас настолько глубоко заталкивает наши кармашки, как бы, и порой нам кажется, что, как бы, мы там мотыльки и бабочки, а в кармашках-то там, извините меня, столько всего. И это всё равно на нас действует, как бы, любой лишний вес, любой отягощённый кармашек, это тоже мы. Так, поэтому в соответствии с травмами, это уже ваше домашнее задание, напишите для себя та фраза, которая важна будет вам для сепарации, для принятия или, как бы, для проживания того, что, как бы, не смог что-то сказать. Вот, сколько у нас времени? Да, да, Лариса, да. Фраза, фраза, фраза о своём состоянии или некий такой девиз или это такая стоп-фраза. Вот смотри, как бы, восьмая, восьмая, восьмая часть звучит, как принять в себе, да, что, как бы, есть страх, есть паника, есть страх одиночества, то есть ты принимаешь это, и ты для себя, да, выбираешь фразу или план действий для того, чтобы, как бы, так не реагировать или что-то изменить в своей жизни. Есть такая фраза уже всегда? Едем дальше. Едем дальше. Отлично. Всё. Как бы, вот ваши обои, едем дальше. Едем дальше. Смотрим. Вздохнули, позволили себе немножко остановить. Какая же езда без остановок? Едем дальше. Всегда с остановками. Остановился, передохнул, попил водичку. Наташа, спасибо. Едем дальше. Поэтому, ну, есть ещё у кого-то желание поделиться по таблице, какие-то вопросы, или, мне кажется, нам всё понятно. Следующая таблица, это про маски, которые мы надеваем. Это про ту руку, которую я вам говорю. То есть вот, когда у нас есть шрам, мы кладём не руку, мы с вами надеваем маску. Мы надеваем маску человека, который упорствует в своих идеях. о идеях, то есть это маска ригидного. Человек, который всё контролирует, скрытый или агрессивный контролёр. Как бы мазохист, который всех любит, готов там всем всё отдать. Вот как бы берите, на самом деле, это глубокая травма униженного. И как бы все люди тучные, все люди с лишним весом, это всё про травму униженного. Как бы моя бабушка 120 килограмм, моей папой и тётей 120 килограмм, Тинка, который был 130 килограмм, сейчас снизил вес на 23 килограмма, я, которая как бы так вся, это всё про травму униженного. А говорил это я вам сегодня про травму отверстия. Понимаете? То есть в нас, Наташа, есть частички, о которых ты сказал. Весь вопрос как бы понимать, что как бы, вот когда я там живу для всех, как бы в этот момент я удовлетворила свои личные потребности, я смогла удовлетворить потребности тех, кто от меня на тот момент зависел своих детей, своих пожилых родителей, ещё что-то. Понимаете, о чём говорю? Да, Лариса. Про лишний вес и травму униженного. Удивительным образом, я ведь похудела на 10 килограмм, совершенно ничего для этого не делав. Специально. Я не ставила себе задачи худеть и специально к этому не шла. Но с 20-го года, когда вот я стала терять лишний вес, вот именно тогда, в 20-м году, у меня, причём мы же тогда ещё с вами не общались, видимо, как-то это параллельно, но мы же тут все из одного этого. Да, потому что, Поня, мне кажется, даже кружечка у тебя такого зелёненького цвета сейчас. Нет, у меня почти зелёненького, это не то, это у нас какие-то классики, это импрессионисты. Любимые. Да. И вот именно тогда, каким-то образом, я это помню, видимо, благодаря разным онлайнам, вот слово униженность, оно тогда ушло, оно улетело куда-то. То есть я больше устойчивости, самодостаточности, уверенности, уверенности в себе. Разникло, да, да, да. Это было не связано ни с работой, ни с какими-то личными достижениями. Я не знаю, с чем это было связано, но я тогда тебе, себе сказала, я, это я, я выбираю себя. Вот такая уже, с такой уже посеянной, удобренной почвой, я попала, я попала вот в наш, в наш чат. Да, но как бы, Лариса, предлагаю вспомнить твои первые дни на тренинге рецепты счастья в эмоциях, просто как бы на минуточку, насколько был прожит эта травма или нет, как бы, и это нормально. Мы с вами, мы с вами встречаемся именно для того, чтобы как бы закрепиться в осознании того, что мы идём верным путём, мы идём, мы идём с теми людьми, с которыми нам комфортно. Я ведь тоже, на самом деле, если бы я не приехала на 4 месяца в локдаун, если бы я не затормозилась на территории счастья на 10 месяцев, если бы я не вышла в онлайн. Боже мой. Нет. Вот поэтому Илья сегодня разместит нам плейлист, который он сделал на Ютубе, разместив всё то, о чём мы с вами говорили в ковид. Во времена ковида, это панда Юля вещала о пандемии 2020. И как бы мне не страшно было тогда быть пандой, потому что всё это было неуклюже, всё это было первый раз, всё это было без опыта ведения онлайновых эфиров, без умения грамотно говорить, при страхе вообще говорить на аудиторию. У меня всегда он был, и даже когда я читала лекции, вот пока я не отдышусь, первые минуты я не могла говорить, у меня было всё зажато. И вот это говорить на связках, как бы на таком истошном звуке, это тоже была часть моей жизни. Поэтому я благодарю всех, всех тех, кто сегодня был с нами, кто опять был открыт и честен. Пожалуйста, у кого есть вопросы по этому очень важному моменту, про наши травмы, про благодарность тем и светлая память, кто от нас ушёл, и те, кто продолжают жить с нами, за то, что они подарили нам жизнь, за то, что наградили нас своими паттернами мышления и поведения, за то, что мы в этом моменте выбираем себя уверенных, любящих и способных делиться. Всем спасибо большое и до новых встреч. Спасибо, Юлечка, большое, огромное спасибо. Я вас всех благодарю, очень благодарна за наши встречи, это тоже моё лекарство. Огромное спасибо. Всем спасибо. Всем отнимаю. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Не хочется расходиться. Лиля. Да? Привет. Привет, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»